Как открыть собственный бизнес? Три года назад этот вопрос стоял перед Алексеем Рябковым. Знающие люди подсказали, к кому обратиться. Теперь у молодого предпринимателя своя фирма, которая занимается электрооборудованием. Я был просто инженером-энергетиком и не понимал, что такое предприниматель. Они подсказывали со своей командой, с фондом поддержки предпринимательства, защищали бизнес-планы, получил очень хорошую поддержку. Электролаборатория, которая приносит не меньше 25% прибыли нашего предприятия, была полностью закуплена. Сегодня бизнесмен уверен, в Губкинском созданы все условия для реализации самых смелых и интересных идей. Для желающих заниматься собственным делом в городе реализуется ряд программ, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. В прошлом году мы проводили конкурсы, по результатам которых двум субъектам малого бизнеса были предоставлены субсидии на уплату первого взноса по договору лизингу. Двум субъектам начинающим грант был предоставлен на оплату по лизингу. И два собственных дела создали. В прошлом году поддержку предпринимателям оказали на 17 миллионов рублей. С 21 апреля по 31 мая в Губкинском пройдут несколько конкурсов для бизнесменов. У предпринимателей будет возможность получить субсидирование первого платежа по договору лизинга оборудования или получить грант до 300 тысяч рублей на реализацию своего проекта. И третий конкурс мы будем проводить – это модернизация по развитию бизнеса, это приобретение оборудования и компенсация 50% по приобретенному оборудованию. Обязательное условие участия в последнем конкурсе – штат предприятия должен насчитывать не менее 30 сотрудников, и оборудование должно быть приобретено, установлено и работать. К реализации данных программ привлекаются средства муниципального, окружного и федерального бюджетов. От 40 до 50 у нас субъектов, которые получают поддержку различной формы. Это имущественная поддержка, потому что поддержки есть разных видов. Начиная от образовательной и программы «Высокий старт», имущественная – это в виде размещения. И у нас сейчас мы перешли на уровень уже не просто предоставления офисных помещений, у нас нет проблем с офисными помещениями в городе. Мы говорим о предпринимателях, которые надо помогать, которые занимаются инновационными разработками. Сегодня многие предприниматели, которые размещены на льготных условиях в инновационно-технологическом центре «Старт», подумывают о расширении бизнеса. В их числе и Алексей Рябков. Первые шаги для развития своего предприятия мужчина уже сделал. Стали официальными представителями «Термона», это котлы газовые, водогрейные. Уже проектируем для горожан, уже указываем их, мы их ведем. То есть, что такое официальные представители. То есть, мы мало того, что продаем, мы еще устанавливаем и в течение года, от года до трех, бесплатно ремонтируем. Со своей стороны сотрудники некоммерческой организации «Инновационно-технологический центр «Старт» стараются создать все условия для дальнейшего развития любого бизнеса. И время диктует поиски новых методов работы. Создание кластеров на территории города Губкинского, производственного, научного. То есть, уже чтобы мы перешли на уровень уже, так скажем, федеральный, если так вот говорить. Поэтому Губкинский муниципальный фонд продолжал, продолжает и будет, но уже по другим названиям, с теми же людьми, с теми же задачами, но задачами уже большими. В планах специалистов некоммерческой организации при поддержке администрации реализовать в городе два глобальных проекта. Это строительство теплицы площадью 6 гектаров и возведение мясоперерабатывающего комплекса. Если мы про теплицу говорим, что приходит инвестор, они просчитали экономику, и они планируют поставлять на территорию всего автономного округа, с этих шести гам. То касательно мяса птицы, мы тоже посмотрели ситуацию, что мы можем поставлять по всему автономному округу свою продукцию. Но в данном случае данный проект возможен реализовываться только с участием Департамента агропромышленного комплекса автономного округа и только с участием округа. Начать строительство теплицы планируют уже в этом году. Ориентировочная дата сдачи объекта – конец 2015-го. О судьбе же мясоперерабатывающего комплекса станет известно в ближайшие недели. После визита в наш город главы региона Дмитрия Кобылкина. Екатерина Склюева, Александр Анфимов, Сергей Макарчан. Новости Губкинского. Субтитры создавал DimaTorzok